Первоклассников больше, ночных очередей меньше. Новосибирские школы уже начали готовиться к приему заявок, хотя стартует он традиционно 1 февраля. В этом году впервые сядут за парты 21,5 тысяча школьников. Это на полторы тысячи больше, чем в 17-м. Сначала в школу запишут тех, кто проходит по месту жительства. Затем после 1 июля будут принимать заявки от всех желающих, но возьмут только тех, кому хватит мест. Впрочем, опыт прошлого года показал, порой не хватает места и по прописке. Родители ночевали перед школами, чтобы успеть записаться в очередь. В этом году обещают, такого не будет. Мария Черешнева продолжит тему. Сын Юлии Саша 1 сентября ждет с нетерпением, а вот его родители с некоторой тревогой. Подсчитали, во сколько обойдется подготовка к школе. Думаю, что будет накладно немножко, будем готовиться. Ну, думаю, тысяч 30 точно надо, потому что это и рюкзак, и плюс еще все эти учебники, это все платное, плюс еще и школьная форма, школьная обувь и так далее. Думаю, это что нужно готовиться. Зато родители уже выяснили, в школу Саша попадет без проблем по прописке и без очереди. Опыт прошлого года показал, что и прописка не дает гарантий. Накануне 1 февраля ночью родители дежурили у школ на МЖК. Микрорайон большой, мест в классах не хватает. Вот и в этом году 199-я планирует колоссальный набор. 224 ученика, это 8 первых классов. Родителям предлагают не мерзнуть под дверями школы, а воспользоваться интернетом. Зарегистрирующись в госуслуги, вы имеете право 1 февраля, как говорят в 00 часов, уже имеете право подавать заявление. На основании этого заявления мы будем сразу рассматривать его, и тут же родитель увидит, отказано по каким-то причинам или приняты документы. Единственное здесь вопрос, что в течение 7 рабочих дней родители должны подойти и принести оригинал, подтвердить оригинал заявления. В этом году первоклассников, жители МЖК по трем школам постарались распределить более равномерно. Переписали микроучастки. Здесь на улице Виталия Птылицына строят новую школу, ее планируют закончить в 2019 году, и тогда снова придется переписывать в микроучастки. Кстати, не исключено, что здесь применят практику, которая в городе уже действовала, когда детей из одной школы в другую переводят целыми классами, в том числе вместе с учителем. Первоклассник в этом году больше, как минимум на полторы тысячи человек. Обещают, за парты сядут все. С февраля по июнь записывать станут тех, кто относится к школе по месту жительства. 1 июля начнут принимать заявки от остальных. Если в желаемой школе останутся места, ребенка возьмут. Эти вопросы мы будем регулировать и с нашими коллегами с отделами образования территориально в районах, и, конечно, никому из родителей в приеме, если возникает какая-то ситуация, если нужно будет дать какие-то дополнительные пояснения, мы, конечно, будем давать. Но я еще раз повторяю, задача каждого ребенка обеспечить местом в школе на территории города Новосибирска. Самих дошколят вопросы прописки документов очередей особо не волнуют. Они в предвкушении. В школе могут писать, читать, и там можно все писать. А когда я первый раз приду в школу, мы будем делать все простое. Нам сначала все расскажут, а потом мы будем уже что-то начинать усложняться. Будет иногда что-то просто, иногда что-то сложное. Когда я пойду в первый класс, я буду могу знать, чего там. И у меня еще учат меня. В школе разные примеры мне задают. Английскому учат у меня. Ну, у меня будет черная хлебка и белые штаны вроде. Некоторые первоклассники сядут за парты совсем новых образовательных учреждений. Закончат пристройку 82-й школы в Дзержинском районе. К 1 сентября откроют классы в микрорайоне «Весенний». Наконец, к концу года планируют достроить огромную школу на Чистой Слободе. Мария Черешнева, Александр Егоров, Новости ОТС.